Это программа новости Сургу-24. Здравствуйте, меня зовут Ефим Шимцев и в начале выпуска Коротко о главных темах Коронавирусом. Градоначальнику пришел положительный тест на ковид. Сейчас он госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу. Круг контактных лиц за последние две недели установлен. Все взяты на контроль. Обязанности передал своему заместителю Алексею Жердеву. Все мои замы на местах. Технология работы в дистанционном режиме у нас настроена. Все процессы под контролем, отметил Вадим Шувалов. Мэр Сургута также обратился к тем, кто не верит в коронавирус. Цитирую. Опасность инфекции не преувеличена. Каждый находится под ударом. Я тому живой пример. Пожалуйста, соблюдайте все необходимые меры предупреждения заболевания. Соблюдайте режим самоизоляции. Это важно. Конец цитаты. В Сургутском районе за три дня выявлено 28 инфицированных. В состоянии пневмонии. Из вновь поступивших болезнь переносят 104 человека. Симптомами ОРВИ наблюдаются 358 югорчан. 91 не имеет никаких клинических проявлений. В субботу и воскресенье Депздрав Югры сообщил, что у трех ранее умерших пациентов лабораторно подтвержден коронавирус. Это 61-летний мужчина из Коголыма, 79-летняя женщина из Няганьи и 73-летний мужчина из Нефтьюганска. Во всех случаях течение болезни было осложнено сопутствующим хроническим заболеванием. Общее число заболевших COVID-19 в Югре с начала пандемии перешагнуло отметку в 4,5 тысячи человек. Около 2 тысяч победили болезнь. Больше всего зараженных наблюдается в Сургутском районе. 1092. На втором месте Сургут 874. В Нижневартовске таких 529 жителей. По последним данным Роспотребнадзора на 15 июня в Югре число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 184. Наибольший прирост вновь дал Сургут. В нашем городе верифицировано 73 теста. Общее число с начала пандемии в крупнейшем муниципалитете автономии приближается к 1 тысяче. В соседнем районе за день выявлено 18 COVID-положительных. Кроме того, 25 новых пациентов с коронавирусом в Ханты-Мансийске, 23 в Нижневартовске, 20 в Когалыме. Еще 25 случаев в 7 муниципалитетах региона. Из числа последних подтвержденных заболевших 11 детей и 42 человека старше 50 лет. В форме пневмонии инфекцию переносят 36 верифицированных пациентов. Симптомами ОРВИ наблюдается 123 человека. Бессимптомное течение отмечено у 25 югорчан. Как отметили в Роспотребнадзоре, в эпидситуацию все чаще вовлекается рабочее население, которое в силу должностных обязанностей не относится к категории тех, кто должен соблюдать самоизоляцию. Ряд очагов, которые дали прирост в сегодняшнюю статистику. ЕПРС Нижневартовск, Самотлорское месторождение, общежитие по этому предприятию 5 случаев. Городские теплосети города Сургута 2, Версамонолит 5, ЮТЕР, Сибинтек. И так далее. Составлен рейтинг муниципалитетов Югры, где наблюдаются максимальные показатели по заболеваемости коронавирусом в пересчете на 100 тысяч населения. На первой позиции Ханты-Мансийский район, на второй строчке Сургутский, следом идут Коголым, Мегион и Нефтьюганский район. Из всей совокупности лабораторно подтвержденных случаев у 31% инфицированных отмечены бессимптомные формы носительства. С легкой степенью течения болезни наблюдаются 44% пациентов. Тяжелых случаев с начала пандемии более 120. Сегодня в Югре в Балаторно лечится 2600 человек с подтвержденным диагнозом. Более 11 тысяч контактных лиц наблюдаются медиками на дому. С начала пандемии в Югре зафиксировано 4753 положительных теста на COVID-19. Это 15-й показатель в России. 2076 победили болезнь, 27 скончались. Большой акцент делаем на заполняемость госпиталей. Сегодня мы понимаем, что мы подходим к пиковым значениям. Где-то уже недалеко и плата, мы так понимаем. Госпитали сейчас заполнены. Максимальное количество пациентов. Система здравоохранения работает на максимальных оборотах. Сегодня развернуто 18 инфекционных госпиталей. С учетом пула пациентов с пневмониями Депздравом проработаны дополнительные мероприятия для того, чтобы с этим пулом справиться. Губернатор Югры Наталья Комарова накануне работала в Сургутском районе. Окружной штаб по строительству капитальных объектов прошел в выездном формате. В поселке Белый Яр глава региона проинспектировала ход работ по возведению сети межквартальных дорог для будущего микрорайона Гидронамыв. Основным подрядчиком выступает компания «Североавтодор». В помощь привлекли Ювис. Шесть пусковых комплексов исполнители разделили пополам. На сегодняшний день общая готовность улиц около 10%. По контракту все работы должны быть завершены в четвертом квартале 2021-го. Обустройство дорог позволит построить и ввести в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья, два детских сада и школу. На этапе строительства подрядчик столкнулся с несоответствием проектно-сметной документации «Реалия». Уровни грунтовых и поверхностных вод учтены некорректно. Есть существенные ошибки в геологических изысканиях, которые влекут за собой дополнительные объемы работ. Несмотря на это, «Североавтодор» заявляет, что постарается сдать объект со значительным опережением сроков. «Шесть этапов непростые. Тяжелый рельеф, геология. Сейчас высокий уровень грунтовых вод. Немножко притормозили мы темпы. Есть ряд вопросов, которые не учтены про этой документации. Но все рабочее. Посмотрим, что можно будет сдвинуть, что объединить. Будем стараться в любом случае не стоять, потому что ни в этом ни мы, ни заказчик не заинтересован. Планировали вообще закончить все работы в текущем году. И в этом, в принципе, нас поддерживает и заказчик. И Наталья Владимировна только что также сказала, что поддержит. Если мы будем ускоряться и спешить, то нас поддерживает в том, чтобы можно было рассмотреть вопрос закрытия финансирования выполненных работ». В поселке Барсово губернатор Югре осмотрела строящийся многоквартирный дом по улице Центральной. Общая площадь будущего жилья более 8,5 тысяч квадратных метров. Всего в семиэтажной высотке появится почти 160 квартир. К данному моменту объект готов на 22%. Возведен фундамент, строятся наружные, внутренние стены и перегородки. При том, что активное строительство началось в марте, застройщик уверяет, что дом будет введен в эксплуатацию до декабря текущего года. Многоэтажка будет теплоэффективной. Жилые помещения под нужды переселения из аварийных строений сдадут с косметическим ремонтом. На территории у высотки выполнят благоустройство, установят детские игровые и спортивные площадки, малые архитектурные формы. Если мы в сезон входим и спокойно к концу лета демонтируем кран с монтажа, вы видели, что уже вторая секция, 4 этажа, то все идет в графике. Благоустройство, конечно, требует летнего периода. Как только мы августом-сентябрем закрываем благоустройство, у нас остается спокойная работа с местами общего пользования и квартирами. А так контур мы после монтажа закрываем за месяц, за полтора. Власти Сургута изыскали дополнительные деньги на ремонт дорог. Более 200 миллионов рублей направят на борьбу с колейностью. Дефекты устранят на нескольких десятках участков городских улиц, где асфальтобетонное покрытие уже не отвечает требованиям безопасности. Изначально на эти цели планировали потратить всего около 80 миллионов. Такие средства утвердила Дума города. Теперь в сумме получится порядка 300. Это позволит практически полностью решить проблему с колейностью в Сургуте. Это деньги дополнительные, значит, они не окружные. Все это дело за счет экономии определенных средств по другим масштабным проектам. Поэтому в плане дорог в этом году город, конечно, тоже будет очень сильно продвигаться вперед. Сейчас в городе ремонтируются четыре улицы. Белецкого, Майковского, Лермонтова и 30 лет победы. Кроме того, ведется строительство продолжения Геологической и Майковского. И 5З от Крылова до Тюменского тракта. Всего на реновацию и возведение улиц в этом году Сургут потратит более миллиарда рублей. Решать жителям. Новость про строительство надземных переходов в районе будущего автовокзала в Сургуте вызвала весьма оживленную дискуссию у жителей. Горожане разделились на два лагеря. Одни считают, что воздушные зебры обеспечат большую безопасность. Другие думают, что можно обойтись и обычными переходами по асфальту. ТОС «Аура» организовала в соцсетях голосование по выбору типа перехода. Предлагается четыре варианта ответа. Нужны оба, нужен какой-то один, не нужны вовсе. Напомним, предполагается, что надземные переходы будут вести в сторону 38-го и 42-го микрорайонов. Стоимость возведения обоих порядка 70 миллионов рублей. Решение о надземных переходах приняла комиссия по безопасности дорожного движения. Однако точку в этом вопросе, тем не менее, предстоит поставить сургутянам. Большая просьба принять активное участие в этом голосовании, потому что оно, возможно, как раз и определит, какой тип перехода будет возле автовокзала надземный или наземный. Обсудили без кворума. Депутаты городского парламента на совместном заседании комитетов рассмотрели вопрос об изменениях в генеральный план сургута. В феврале народные избранники отправили документ на доработку. Дело в том, что в проекте решения предлагалось принять одним вопросом более сотни поправок. При этом больше десятка пунктов появилось уже после публичных слушаний, то есть без общественных обсуждений. На это обратила внимание прокуратура. Прокуратура сейчас замечания устранили с помощью созданной рабочей группы. Все поправки четко структурировали по объектам, территориям и зонам. Депутаты нашли все же несколько позиций, которые в документах оказались не учтены. Кроме того, неизвестна пока и позиция прокуратуры сургута. Решение о судьбе изменений в генплан примут на депутатских слушаниях 16 июня. Дума не имеет права принимать неустойчивый нормативный правовой акт. И ответчиком судебным решением будет Дума города. То есть, если у нас через неделю наше решение будет признано недееспособным, то кого мы наказываем, кого мы хотели обмануть или кого призвать к переговорам. Это, в принципе, уже не касается. Наш нормативный акт, который принимается не на один год, должен быть устойчивым в правом поле и должен отвечать всем требованиям законодательства. Пять вопросов на знание главного документа страны. В Югре стартовала викторина «Моя Конституция». Инициаторами ее проведения стали общественники Сургутского и Нефтьюганского районов. Пройдет она по аналогии с уже завершившимися ранее краеведческими конкурсами «Югре-900» и «Города Югры». Кто сможет принять участие и каков шанс выиграть подарок, расскажет Антонина Сахарова. Сегодня в Югре стартовала викторина «Моя Конституция». Инициаторами ее проведения стали общественники Сургутского и Нефтеюганского районов. Ранее в регионе состоялись две масштабные краеведческие викторины «Югре-900» и «Города Югры». Участие в них приняли более 800 тысяч человек. Потому организаторы решили, если такой формат жителям по нраву, его можно повторить. Инициатива проведения викторины, как всегда, принадлежит жителям Югры. И появилась она еще прошлой осенью, во время проведения стратегической сессии, когда мы верстали план мероприятий, приуроченных к празднованию 90-летия нашего округа. И вот сейчас, когда юбилейный год наступил, наступило время и для проведения викторины. Принять участие в викторине «Моя конституция» сможет почти любой житель округа. Главное условие – югорчанину должно исполниться шесть лет. На одного человека – одна анкета. Состоит она из пяти вопросов. Главная цель, по словам составителей вопросов, закрепить базовые знания о Конституции, которая была принята еще в 93-м году. Для Хантамансийского округа документ примечательен тем, что он получил дополнительное название «Югра», а еще стал самостоятельным субъектом нашего государства. Мы, с одной стороны, постарались охватить наиболее широкий спектр знаний о нашей Конституции, основном законе государства и общества, а с другой стороны, мы постарались эти вопросы чуть-чуть усложнить, чтобы наряду со знанием Конституции было еще и повышение правовой грамотности населения округа. Стать участником викторина «Моя конституция» просто. Нужно зайти на сайт открытого региона, зарегистрироваться в тематическом разделе, ответить на вопросы, оставить информацию о себе и получить уникальный СМС-номер участника. Его чуть позже нужно будет сообщить волонтеру. Он внесет номер в базу и систему путем автоматической генерации чисел определит победителей в дни приема уникальных номеров в местах проведения общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию с 25 по 1 июля включительно. Это уже третья викторина. Я думаю, что наши жители уже доверяют процедуре проведения этих викторин. И все видели и получали подарки, которые были предусмотрены в прошедшие годы. Поэтому я думаю, что жители региона откликнутся и поучаствуют в этой викторине. Для тех, кто не имеет доступа в интернет, работает горячая линия 8 800 301 44 86, специалисты которой помогут заполнить анкету. Кстати, викторина «Моя Конституция» беспроигрышная. Подарок получит каждый участник. Антонина Сахарова, Дарья Давыдова, Сургут Интерновости. В Сургуте снова перенесли отключение горячей воды в некоторых микрорайонах города. Об этом телеканалу «Сургут-24» сообщили в городских тепловых сетях. Запланированные на 15 июня старт профилактических работ перенесли на неделю. ГРЭС-2 отметили в ГТС, пересмотрела график отключения из-за действующих режимов самоизоляции и повышенной готовности. Таким образом, если ничего не изменится с 22 июня по 5 июля, горячую воду отключат в восточном районе города, а также в поселках Кедровом, Финском и ПСО-34. Почти полсотни человек остались без крыши над головой. В поселке Белый Яр в воскресенье утром вспыхнул жилой дом. Эпицентром возгорания стала угловая квартира на втором этаже на Майковского 24-Б. На месте работала и наша съемочная группа. Как помогут погорельцам, выясняла Татьяна Расторгуева. Треск шифера разбудил жителей двухэтажного дома на Майковского 24-Б в воскресенье около 8 часов утра. К моменту, когда известить о пожаре удалось всех жителей аварийной деревяшки, крыша уже была почти полностью объята пламенем. Со второго этажа эвакуировались в спешном порядке. Кому-то удалось забрать с собой хоть какие-то вещи, другие не успели взять даже документы. Мы еще спали. Я услышала шум, выскочила, соседи кричат уже пожар, пожар, горим. Ну и все, я побежала быстрее в квартиру спасать своих кошек и собак. Ну и все, и потом уже вот я детям позвонила, спросила в пожарную позвонили, сказали уже пожарная едет. Потом дети приехали и мне помогали все выносить из дома. Все сгорело, все до тла сгорело. Залило сильно все, заливало. Как бы гореть не горело, ничего, горело в основном второй этаж. У нас просто это заливало. Имущество залило, ну вот что сгорели, вынесли. Ну в принципе, сказать, чтобы там что-то сгорело, нет. Так вот, то, что водой тоже. Ну, высушим, что делать. Некоторым помогли эвакуироваться первые спасательные команды, прибывшие к месту ЧП. Соседи из рядом стоящих домов помогали жильцам вытаскивать вещи из окон квартир. Здесь дым валил уже сильно, вообще долил. И услышала, все спали, и начала всех разбужать. И соседи все-все спали, выскочили. Вот эта перегородка на кирпиче вот именно закрывает, и поэтому не перешла сюда. Дома на Маяковского 24А и 24Б разделены капитальной перегородкой. Противопожарная стена и не дала пламени перекинуться на второй дом. Он, кстати, несколько лет назад тоже уже горел. 6 июня у нас сгнали самогон на втором этаже. Ну, это мне еще 25 лет тогда было. И взорвалось, и загорелось все. В 12-квартирном доме на Маяковского 24Б проживали 46 человек. 16 из них несовершеннолетние. Сейчас жители поселка собирают помощь по горельцам. Открыт пункт выдачи вещей на улице Лесной, 19Б. Там можно подобрать не только одежду, но и предметы первой необходимости. Администрация Белого Яра ввела режим ЧС в домах на Маяковского 24А и Б. К нам обратились 7 человек по обсуждению сложившейся ситуации. Проблемы есть с сгоревшими документами, с сгоревшими вещами. И 2 человека из тех семи, которые к нам обратились, нуждаются сегодня в жилье. Мы пригласили их завтра. Будем решать их вопросы. В муниципалитете и поселке в таких случаях предусмотрен комплекс мер поддержки. По 10 тысяч рублей выплатят каждому прописанному в сгоревших помещениях. Районная администрация выделит еще по 25 тысяч на квартиру. Те, кто из-за пожара вынужден будет снимать жилье, смогут рассчитывать на возмещение за найм в размере 15 тысяч рублей. Так как дом признали аварийным только в прошлом году, очередь на переселение должна была подойти нескоро. Удастся ли сократить сроки ожидания для погорельцев, станет известно после совещания на уровне муниципалитета. Это программа администрации Сургутского района. В принципе, были случаи, что дома, по которым объявлена чрезвычайная ситуация, поднимались выше по списку. Решение будет принимать администрацию Сургутского района. Надо понимать, что готовых в наличии квартир сегодня нет. И все равно какое-то время придется людям, я думаю, хотя бы, ну, как минимум в течение года, жить где-то на съемном жилье или в маневренном жилфонде, который мы будем им готовы предложить, ну, как минимум год. Дом на Маяковского 24А, который от огня не пострадал, сейчас обеспечен всеми коммунальными ресурсами. Но в этой двухэтажке также введен режим ЧАЭС. Он связан с тем, что в ходе тушения повреждена кровля. Срочное обследование специальная комиссия проведет уже в понедельник. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сургут Интерновости. На права не сдал. В Сургуте курсант автошколы на пешеходном переходе сбил ребенка. Вария произошла вечером в субботу на улице Майской. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2114 в присутствии инструктора остановился перед зеброй, чтобы пропустить девочку. Когда она прошла около половины пути, машина тронулась, а 10-летний ребенок в этот момент развернулся и оказался под колесами легковушки. Несовершеннолетняя, к счастью, получила незначительные травмы, но для более тщательного осмотра девочку в больницу доставила бригада скорой помощи. Во всех деталях автоварии теперь предстоит разбираться следствию. Своя комиссия будет создана и в автошколе. По словам заместителя директора учебной организации, за последние 10 лет это первый такой случай. Суд в Сургуте принял решение по делу о неповиновении полицейским в парке за Саймой. Инцидент с участием правоохранительных органов и двух жительниц города произошел, напомню, 9 июня. В результате одной из дам за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции вынесено наказание в виде двух суток административного ареста. Женщина к тому моменту указанный срок в изоляторе для административно задержанных отбыла. Ее отпустили. Вторая участница инцидента, преподаватель по вокалу Сургутского музыкального колледжа, в суд не явилась. В среду состоится еще одно судебное разбирательство с участием фигуранток. Будет слушаться дело о нарушении режима самоизоляции. Сургут отметил День России и День города. Муниципалитету исполнилось 426 лет, а также прошло 55 лет со дня присвоения Сургуту статуса города. Из-за ограничительных режимов, которые действуют в регионе, практически все праздничные мероприятия состоялись в режиме онлайн. Тем не менее, власти постарались создать для жителей позитивное настроение. Например, проезжая в темное время суток по Югорскому тракту на одной из многоэтажек можно увидеть иллюминацию «Спасибо врачам». Она посвящена медицинским работникам, которые сегодня много сил тратят на борьбу с коронавирусом. И будет сверкать на фасаде многоэтажки до 21 числа. Утром 12 июня пассажирам автобуса 4 маршрута вручили праздничные красно-бело-синие ленточки. Всего в автобусах с Папа, сургутянам и гостям города подарили 500 лент с триколором. Всем пассажирам, всем, кто будет сегодня ездить, то есть каждому я вручу по ленточке. Для всех приготовили. Желательно, чтобы было их больше сегодня, но погода, видите, какая, что, наверное, будет. В полдень Сургут присоединился к общероссийской акции. Ровно в 12 часов вся страна исполнила государственный гимн. Хоровая капелла «Светилин» в филармонии помогала петь знакомые всем строки символа Российской Федерации жителям дома номер 13 на улице «30 лет победы». Сургутяне не остались в стороне и с флагами страны вышли на балконы. Время капелла «Светилин» в филармонии помогала петь знакомые всем строки символа России. Из-за дождя пришлось отменить уникальную для муниципалитета акцию «55 Сургут только вверх». Три воздушных шара должны были пронести над улицами флаги нашего города, Югры и России. Однако из-за метеоусловия авиаслужба не дала разрешения на взлет. Жители наслаждались концертами, которые состоялись онлайн. Давали их молодежные кавер-группы, а также коллективы культурных учреждений Сургута. Например, камерный оркестр русских народных инструментов «Былина» и симфонический оркестр филармонии. На этом моя часть выпуска завершена. Благодарю вас за внимание. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Одного телефонного звонка от вас. Звоните 99-45-46. Авторадио. Авторадио. Над кварталами. Автострадами. Авторадио. Первое. Автомобильное. Радио. Радиореклама. Рекламно-информационное агентство. Пять звезд. На 5ria.ru. Телефон 221-555. Добавим комфорта по вашему желанию. К высоким запросам проявим внимание. Жалюзи, плиссе, рольставни, карнизы. Выгодные скидки в качестве сюрприза. Наша компания вас не подведет. Навстречу вам всегда пойдет. Компания «Жалюзи». Более 20 лет мы создаем атмосферу тепла, уюта и безопасности в ваших домах. Энергия страны – это сила Сибири. И твой город – это город сильных и успешных людей. А жилой комплекс «Кедровый лог» – это его исторический центр. Квартиры с видами на любимый город рядом со всей инфраструктурой Сургута. Парки и скверы, концерты и кино в пешей доступности. Подземный паркинг и высокая энергоэффективность. «Кедровый лог» – комфортный дом в атмосфере центра. КАРАКУЛЬ Приходи, выбирай, детский транспорт покупай. Велосипеды, самокаты, коляски и даже автокресла на любой вкус. Покатаемся! КАРАКУЛЬ 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 КАРАКУЛЬ